В рамках праздника труда в Центре досуга Победы прошла ярмарка вакансий, в которой приняли участие 16 работодателей, 2 учебных центра и крестьянское фермерское хозяйство. Организаторами выступили администрация городского округа и Зарайский центр занятости. Ярмарка вакансий – это место встречи работодателей и их потенциальных сотрудников. Кроме того, здесь можно получить консультацию специалиста по трудовому праву, а также по профессиональной ориентации и переподготовке. Легко ли найти работу после 50, какие профессии сегодня наиболее востребованы, а также о ситуации с безработными и особенностях проведения ярмарки вакансий, рассказала директор Зарайского центра занятости Татьяна Чайкова. Сегодня у нас присутствуют все организации, которым требуются работники, как специалисты, как и рабочие, сельхозпредприятия, промышленности. Кроме того, у нас присутствуют еще здесь два учебных заведения, это гаранты, квалификация. Мы очень рады всем, кто придет на эту ярмарку, поучаствует. Мы рады всем и благодарим всех работодателей, которые изъявили желание поучаствовать в этой ярмарке вакансий. Действительно, очень требуется работников и в сельхозпредприятиях, сейчас начинаются сезонные пора, и есть люди, которые желают получить другую профессию. Поэтому мы пригласили и изъявили желание у нас в два учебных заведения. На сегодняшний день уровень регистрированной безработицы в нашем городском округе Зарайск составляет 4 с лишним процента. Будем так говорить, что, казалось бы, это очень высокий уровень, но на фоне других муниципальных районов нашей области, это, я так хочу вам сказать, на уровне, это не так уж и высокий. Почему? В численном выражении, потому что во всех других муниципальных образованиях там много выше людей. Но мы все равно в этом направлении как бы будем всегда работать, всегда будем помогать всем людям, которые ищут работу, которые к нам обратятся, и всем тем работодателям, которые хотят найти своих работников. Вот чтобы получился диалог между соискателем и кто ищет работника, мы проводим такие ярмарки-вакансии. Ярмарки-вакансии мы проводим не только городские и районные, как правило, мы проводим раз в год, но мы еще и проводим мини-ярмарки у себя в центре занятости. Кстати говоря, вот в этом месяце, в 30 апреля, мы снова будем проводить мини-ярмарку у нас в центре занятости. Я приглашаю всех, кто хочет найти работу. Скажите, пожалуйста, за райцу сегодня легко найти работу? Да, найти работу у нас легко. Как видите сами, у нас очень много работодателей, которым требуется. Здесь и большие предприятия, и учреждения, и сельхозпредприятия. Кто хочет работу искать, тот всегда найдет. Мы в этом поможем. Требуются и рабочие на большие наши предприятия, и требуются сезонные работники на сельхозпредприятии. Кстати говоря, очень много требуется и специалистов. Как никогда, вот уже второй год мы это наблюдаем, что специалисты сейчас практически в любой отрасли требуются. Но специалистов у нас несколько... Мы немного, не всем предприятиям можем это оказать содействие. Вот, кстати говоря, специалистов у нас в центре занятости, которые требуются. Мы не всем удовлетворяем. Мы будем стараться. Если кто-то из тех соискателей, которые к нам обращаются, мы можем помогать и в переобучении. То есть получить новую профессию, либо повысить квалификацию. Это тоже у нас все даже и не обсуждается, как мы в этом направлении будем помогать. А как Вы оцениваете ситуацию с безработными по сравнению с прошлым годом? Кстати говоря, надо сказать, что тот прошлый, действительно, 2020 год был очень тяжелый для всех. И для нас, и для тех, кто ищет работу. Да, действительно, у нас очень было много безработных, порядка 1300. На сегодняшний день у нас 400 человек, уже вот с 1 января, начиная даже с первых чисел где-то вот, на сегодняшний день у нас численность безработных более 900 человек. То есть 400 человек, либо кто-то сам снялся, нашел работу, либо мы помогли. Это радует. И я так надеюсь, что с помощью всех работодателей, с которыми мы работаем, с которыми нам помогают в этом направлении, то направление, которое было задано нашим правительством, нашим президентом, выйти на допандемические цифры, я думаю, что мы с этим справимся. Если будем вот так вот постоянно содействовать, друг другу помогать в взаимодействии. Кстати говоря, в этом взаимодействии, я думаю, что мы в этом году, в 2021 году, очень много работодателей взявили желание участвовать в государственной программе, которая называется «Субсидированный найм». Что она у себя предусматривает? Субсидированный найм – это работодатели, которые должны зарегистрироваться на портале «Работа в России», заполнить все там заявление и указать те профессии, тех работников, которые им требуются. Их включают в реестр государственный на портале. И портал через фонд социального страхования, мы в ежедневном режиме это будем видеть. Тот работодатель, который зарегистрируется, в реестр попадает, ему будет оказана помощь государственная. После первого месяца тот работник, который устроился на какое-то предприятие, он получит минимальный размер заработной платы и плюс все начисления из фонда социального страхования. После того, как он отработает второй и третий месяц, он снова получит от государства эту помощь. И только третий транш он получит после шести месяцев. То есть в целом каждый работодатель на работника, который возьмет из центра занятости, который стоит на 1 января 2021 года, в размере 50 тысяч. То есть направление государства, оно в принципе хорошее. Оно направлено, чтобы помочь и работодателю, и службе занятости, чтобы снизилась численность безработных. Я думаю, что в этом направлении мы тоже найдем общий язык. Подскажите, жителям старше 50 сложнее найти работу? Подскажите, есть ли свободные вакансии для них? Да, есть такие. Немного я, честно вам хочу сказать, есть такие вакансии. Немного. Но мы тоже стараемся им помогать. Но для людей предпенсионного возраста, вот уже государством предусмотрено, что которые стоят у нас на учете, есть для них действительно трудности. Они получают более повышенные пособия по безработице. Это в размере минимального размера оплаты труда. А люди, которые менее... Ну, кстати говоря, мы тоже можем им помочь получить какую-то другую профессию. Есть же такие люди, ну не все, конечно, есть же люди, они активные, в жизненной позиции у них такая, они сами себе позволяют. Мы тоже им можем помочь. Это даже... Но надо обращаться. Надо обращаться. Все варианты, которые человек может сам захотеть, и которые он хочет получить, мы им поможем. Это даже не обсуждается. Скажите, действительно ли нужна ярмарка вакансии и ее значимость? Да, она нужна. Знаете, на ярмарках вакансии все работодатели, они видят, получают собеседование с тем соискателем, который ищет работу. Да, они очень нужны, потому что, знаете, не всегда люди, которые обращаются к нам на работу, за работой вернее, да, они не всегда видят тех работодателей, которые заявляют нам вакансии. А вот здесь, на ярмарке, они их видят, и они могут поговорить. Такая возможность, это даже... Вот вы сами это видите, сколько работодателей у нас здесь присутствует. Пожалуйста, найдите общий язык, подходит, не подходит, нужен вам, не нужен. Мы только за. Ярмарку вакансии посетили порядка 120 человек. Также было выдано 51 направление для собеседования с работодателями. На переобучение записались 23 человека. Представители Медкомгрупп ежегодно принимают участие в ярмарке. В данной организации открыто сразу 5 свободных вакансий. Результатами работы ярмарки они оказались довольны. Сегодня на ярмарке приняло участие много кандидатов, соискателей. К нам обратилось некоторое количество людей. Мы себе подобрали некоторые вакансии, записали, ждем теперь их на нашем предприятии.